Через два года в Красноярске появится инновационное малоэтажное жилье. В городе открылось предприятие на базе заброшенных помещений Крастижмаша. Что будет производить завод и в чем Красноярск вскоре составит конкуренцию Италии в сюжете Юлии Чупровой. Впервые за 25 лет здесь кипит жизнь. Почти 100 тысяч квадратных метров пустовали. Два года назад площади выкупил новоангарский обогатительный комбинат и развернул здесь собственное производство. Вложил в него более 2 миллиардов рублей. Предприятие многопрофильное. Металлообработка, камнеобработка, производство строительного материала нового поколения. И в огне не горит, и в воде не тонет. Речь идет об этом материале под названием полистирол-бетон. Изготавливают его на этом заводе и обещают, что в 2018 году начнут из него строить дома. Кстати, срок строительства такого дома будет составлять всего два месяца. Новые материалы позволят возводить двух- и трехэтажные дома в кратчайшие сроки. Предприятие уже занимается изготовлением корпусной мебели. Для образца из Европы был заказан гарнитур 18 века. Также в ближайшем будущем в рамках программы импортозамещения на заводе наладят производство оборудования для сельского хозяйства. Мы здесь не только эти комплектующие запускаем в производство и запасные части. Мы разрабатываем машины новые, которые не только не уступают, а превосходят итальянские машины. Мы готовы это сделать здесь и мы готовы показать, что мы не ударим в грязь лицом, если возьмемся за эту проблему и за этот проект. Предприятие посетил и глава региона. Помимо универсальности производства, он отметил и другую выгоду для края. Тут в ближайшее время будет около 50 миллионов в год. А когда выйдет уже на серию, уже с налогом на прибыль, я думаю, что будет здесь миллионов 200-250 налоговая отдача точно, ежегодная. Эксперты отмечают, что подобные многофункциональные предприятия – редкость для страны. Это такая удивительная кооперация с точки зрения не просто «я купил, а ты мне продал», а с точки зрения реальной возможности создавать рабочие места там, где они сегодня необходимы, в территориях, в районах Красноярского края. Сейчас на производстве работает около 200 человек. В перспективе их количество увеличится до тысячи. К началу 2019 года, обещают руководство, предприятие заработает в полную силу.